Всем привет, друзья! С вами Закупач и это ваша любимая рубрика посылки от подписчиков. Эта посылка ко мне приехала от Надежда Леонидовна Чудина. Балахинский, Нижегородская, Балахна. О, город Балахна! Из Балахны у меня посылок еще никогда, по-моему, не было. Что-то я не помню. Давайте открывать и смотреть, что же там находится внутри. Адрес, куда вы можете присылать свои посылки до востребования, потом обязательно скидывайте мне трек-номер, находится в описании. Так, вот такая маленькая аккуратная посылочка у ФПС Нижегородской области, то есть ее два раза обвели. Бубл Донатс. Это упаковка из-под печенюшек, да, каких-то импортных. Сделана в США. Ничего себе, какие вы гурманы, заказываете себе конфетки из США. Так, открываем и смотрим, что же там находится внутри. А внутри я уже вижу, там находится маленький закупыч, беленький. Посмотрите, из пластилина сделан своими руками. Вот это приятно. Подделки своими руками я ценю. Вот за это лайк. Так, это что такое письмо? Так. Подпишись, плысь! Написано, подпишись, плысь! Вот, закупыч, вот такой классненький. Привет, закупыч! Я тебе желаю 100 миллионов подписчиков. Меня зовут Арсений, мне 8 лет. Арсений! Арсений из Балахны 8 лет! Круто! Подпишись на мой YouTube-канал Леон Неон. Напиши, пожалуйста, свой канал, как называется. Леон Неон. И я еще хотел, чтобы ты подписался на мой TikTok. Недавно меня забанили, и мой TikTok называется Арсений Чудин. И передай привет Милане. И, пожалуйста, напиши мне на Viber, если можешь, плысь. Мой номер... Ага, понятно. Вот что мне делать? Мне теперь придется вырезать твой номер телефона. И ты топ закупач, Валюша и Милана. Потому что номер телефона, это конфиденциальная информация. Не буду я никому не писать. И не пишите свои номера. Вот это очень некрасиво. Друзья, писать номер телефона в письме, это очень некрасиво, я считаю. Это неправильно. Итак, смотрим, что тут у нас есть. Это Fortnite наклейки. Это просто бумажки, да? Наклейок самих там нету. Вот еще Fortnite. У меня есть распаковка. На них, кстати, можете посмотреть. Fortnite закупач. Наклейки введите в поиски и найдете мои обзоры на журналы наклеек Fortnite и карточки Fortnite. О, наклейки для журнала. Вот это очень полезно. Я, значит, сегодня буду еще и наклейки клеить журнал. У меня, потому что не вся коллекция. Вот буду разбираться, какие наклеечки куда. Вау, какие... О, ничего себе, ты запрятал закупача здесь? Так, закупач. Наклейка закупач. Так, это призрачный гонщик. Сегодня, кстати, я заходил в Fortnite на PlayStation. Думал посмотреть новые трейлеры. Там трейлер, типа, сквозь вселенную. Появились охотники. Там появился вот этот Мандалорец с Грогу-малышом. Малыш Йода, зовут его Грогу. И они там появились. Там новые скины, новый боевой пропуск. Еще появилась подписка Fortnite. Фортнайт, 700 рублей в месяц. Совсем с ума сошли. Фортнайт, вы сошли с ума, еще подписку ввели. Так, здесь у нас фишки. Очень много фишек. Фишка Кулачок. Фишка Монки. О, а это акция «Звездные войны» из магазина «Магнит». Одна из первых акций. То есть там сначала были пингвины, потом «Звездные войны». Очень круто. Акция, это что, магнитики? Франция – самая посещаемая страна в мире. В ее столице Парижа находится Эйфлева башня. Она строилась как экспонат для выставки, но стала главным символом города. Ничего себе. А что это? Это наклейка? Как с этим? Здесь еще можно навести камеру. Видите, есть значок. То есть, скорее всего, это какой-то интерактивный значок. Вау, битка. У нас назывались биты такие металлические фишки. Так, еще снежный штурмовик. Опять обезьянка с маленькой. И этот отель Трансильвания, или как они там, «Монстры на каникулах». Никаких заклинаний. Вообще-то я маг. Никаких заклинаний. Это что-то от Гарри Поттера, да? Интересно, налезет мне на руку. О, это было тяжело. Она жмет мне. Так, ну ладно, до конца видео я досижу. Итак, вот он. Смотрите, какой. Кто это? Кто это? Это робот. Это из киндеров, да? Такой робот. Так же тут есть акция. Большой футбол из магазина «Пятерочка». Исландия. Вау! В коллекцию брелков. Это что за брелок? Водстон. Водстон. Это игра такая? Необычный такой брелок, офигенский. Всё, отправляется в коллекцию брелков. Также тут есть тачки. Она ещё, когда едет, у неё этот двигатель прыгает. Смотрите. Она едет, и у неё двигатель прыгает. Прикольная тачка из киндера. И даже кран работает. Вау! Да! Прям настоящая машинка. Раньше вот в киндере были, мне кажется, машинки покруче. Это что такое? А, смотрите, это машинка перевёртыш. Смотрите, она может ездить вот так. Потом тут есть переключатель. Мы его переключаем, и машинка переворачивается. И можно ездить вот так, вертормашками. А как она ездит? А ездит-то отлично. Очень хорошо ездит. Новогодний киндер. Смотрите, какой. Новогодние игрушки, свечи и хлопушки в нём. Это олень там внутри. Лось. Также есть, смотрите, ещё спанчбоб фишки. Есть магнитик. О, магнитика такого у меня нету. Магнитик Цветан. Или Тополёк. Забыл, как их зовут. Дарт Молл. Тоже из магазина Пятёрочка. Это что такое? Это в коллекцию брелков. Брелок Патрик. Чудо-женщина. Да? Это же Чудо-женщина. Она умеет делать ручками вот так. Типа хоп-хоп-хоп-хоп-хоп. Занимается спортом. Супермен здесь же. Тоже. Я не понимаю, в чём прикол вот этих игрушек. А просто они двигают ручками. И они похожи на бойцов Сумо. То есть, такие бойцы Сумо. Это этот робот, да? Робот. А как его звали? Его так и звали робот? Я не помню, как его зовут. Точно. Ничего себе! Вся коллекция! Вся коллекция киндеров. И Бэтмен даже есть. Все DC. Все DC киндеры в посылке от подписчика. Это зеркало. Откуда вот эти зеркала? Друзья, кто знает? Меня уже не первый раз их присылают. Я так и не могу понять, откуда они. Где тут я? Где я? Я умею шевелить ноздрями. Смотрите. Кто умеет шевелить ноздрями? Лучше, чем я. Так, машинка. Это тачки Молния Маквин. Молния Маквин. Как ты хорошо ездишь? О! Ничего себе! Это интерактивная тачка. То есть тачка с моторчиком. Фенечки. Кэ. А что значит Кэ? Почему Кэ? Чик. Хоп. Хоп. Хопа. Мне идет... Смотрите, я похож на колдуна. На Дмитрия колдуна. Ничего себе! Что это за крокодил? Он просто ездит? Это просто как машинка. А потом он умеет трансформироваться. Ничего себе! Это тачка, которая умеет побеждать своих врагов. И сюда, скорее всего, даже может кто-то заехать. Ничего себе! Очень хорошо сделано. Очень качественная игрушка. Ну-ка. А можно как-нибудь ее трансформировать по-другому? Не, нельзя. То есть, это именно вот такая машинка, которая кушает всех. Потом есть, опять же, большой футбол. Пятерочка. Это у нас Иран. Есть паук. Вот такой, смотрите, резиновый. Потом есть резиновый человек-паук. Но это ниндзя. Также, что это такое? Это какой-то... Это, наверное, кусок от закупочек оторвался пластилина. И... И все, да? Так, вроде как все. Давайте смотреть, что тут внутри. Для покупателей. Прови... Дутую гом... Прови... Что? Проведи утюгом. Проведи утюгом, и что будет? Ну, я видео сейчас сделаю без монтажа. Здесь, скорее всего, что-то просветится, если утюгом провести. По-моему, это какой-то гусь или олень. Как вы думаете, что это такое? Мне кажется, то ли гусь, то ли олень какой-то. То ли утка. По-моему, это олень. Он просвечивается. И все. Друзья, всем большое за посылку. Если я найду контакты, то оставлю на этого парня контакты в описании ссылки. Подписывайтесь на его канал и на его TikTok. Но номер телефона, конечно, не пишите, друзья. Это очень некрасиво. Это плохо. Вот. Встретимся в новых видео. С вами был Закупач. Если любите акцию по ссылке от подписчиков, то мой адрес находится в описании. Там можно почитать, на какой адрес прислать посылку. Пока-пока. Продолжение следует...